С наступлением зимней погоды на пилотном участке веломаршрута «Вело-1» проложили трассу для беговых лыж. 13 февраля здесь впервые прошла лыжная гонка «Гром Скайклассик». Замечательная гонка. Я очень рад, что удалось реализовать данный проект, потому что лыжное сообщество давно уже к нам, к организаторам, обращается с такой потребностью, что им хотелось в России получить гонку, которая была бы не хуже, чем европейские аналоги. И вот с данной гонкой, я думаю, что мы в будущем сможем расширить данный формат в следующем году, возможно провести настоящий марафон, если позволят и условия, и возможности. Но хотел бы подчеркнуть, что для данного формата мы сегодня хорошее количество людей собрали, и это говорит о том, что это востребовано, это нужно. И большое спасибо, конечно, национальному проекту «Вело-1», который позволил реализовать данный формат на этой дороге. Первыми на участке веломаршрута «Вело-1» рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом Яхрома выступили дети. Которым предстояло преодолеть дистанцию один километр. Отрязок маршрута вдоль канала ровный, без сложных подъемов или неудобных спусков. Семья Бабиных из Солнечногорска приехала на соревнования всей семьей. Они постоянно участники различных лыжных гонок. Я занимаюсь лыжами 3-4 года. Я считаю, что я хорошо проехал, потому что я вначале стартанул вторым, а в конце меня обогнали трое, и я их обогнал и приехал третьим. Трасса такая тоже хорошая. Везде есть всякие повороты, склоны, и можно заехать вверх куда-нибудь. Лыжами занимаемся давно. Я уже лет 15 занимаюсь. Ну и решили тоже сына пристроить и лыжный спорт, и плавание, и разностороннее развитие. Ну, на удивление, несмотря на его режим тренировок, он пробежал сегодня хорошо, потому что у него одновременно несколько видов спорта. В лыжной гонке на один километр выступили дети четырех возрастных категорий. Самые юные участники выступили на дистанции 300 метров. Первым в этой гонке пришел пятилетний Владимир Старинец. Кстати, медали юным лыжникам вручали сразу на финише. Очень-то было очень круто. Круто! Я прям пакнул тысячи, тысячи, тысячи. Платенька выбежал, гонку выбежал на финиш. И так выиграл первое место. А почему тебе нравится лыжами заниматься? Мне нравится, кстати. Мне этого не нравится, а кататься марафонов мне нравится. Очень-то... Ну, Косногорский занял второе место, а здесь первое вообще. Трасса пилотного участка «Вело-1» подходит абсолютно всем. Каждый может выбрать подходящую для себя продолжительность лыжной прогулки на свежем воздухе. Летом велосипеды, зимой лыжи. Мы обустроили лыжню на 20 километрах. Сегодня проводим первую лыжную гонку. Мы надеемся, что эта гонка станет ежегодной, будет привлекать как можно больше людей. На трассе обустроены две комфорт-станции, в которых расположились пункты проката, кафе, туалеты. В летнее время это прокат велосипедов, в зимнее – прокат лыж. Также мы обустроили три сантехнических модуля для комфорта путешественников и посетителей нашего веломаршрута. Надеюсь, что всем понравится. Спортивный праздник действительно удался на славу. На пилотном участке Вела-1, рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом Яхрома, были созданы все условия для спортсменов. Теплый зал для регистрации, как юных участников, так и взрослых. Теплые раздевалки, вкусная полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем. Прекрасное завершение гонки у детей. А вот взрослым только предстояло преодолеть свою дистанцию, которая протянулась на 20 километров вдоль западного берега канала имени Москвы. Трасса стартовала от причала Ударная до физкультурно-оздоровительного комплекса в Яхроме. Это был самый массовый старт в рамках лыжной гонки «Гром Скайс Классик». К нам в основном, конечно, Москва и Московская область, но так по одному-два человека приехали. И с разных городов, которые рядом с Москвой, Ярославль, Рязань есть, и с Орловской области есть ребята. Но мы вообще надеемся, что эта гонка будет иметь международное присутствие в будущем, потому что вся Европа любит очень классический стиль. Здесь мы видим что-то похожее, что проводится тоже в Европе, потому что трасса имеет минимальный перепад высот. Это говорит о том, что она очень доступная для непрофессиональных спортсменов, для настоящих любителей лыжного спорта и позволит совместить отдых активный и соревнования. По итогам гонки на 20 километров в абсолютном зачете первое место среди мужчин занял Дмитрий Ростовцев, среди женщин – Евгения Гришина. Первая лыжная гонка на пилотном участке «Вела-1» прошла прекрасно. Так что подобные состязания станут традиционными на территории Дмитровского городского округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова